Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня пойдем на фармерс-маркет, такой, как бы я сказал, колхозный рынок местный. Тут их несколько в Санта-Круз, но вот этот конкретно называется Westside. И те, кто нас давно смотрит, помнят, может быть, что мы ходили на нечто подобное довольно регулярно. Это вот он же, только немножко в другом месте. Там временное было расположение на время ремонта. Это было на кампусе университета Санта-Круз. А тут вот, это все очень близко друг от друга. И вот мы смотрим на такой рыночек, что он нам предлагает в середине сентября. Вот. Ну, тут ремесленники с керамической продукцией. Это как бы отдельный какой-то разговор. Это еще не фрукты и не овощи. Так. Но мы, правда, так сбоку заходим. Ага. Это мед. Это у нас пасечники. Мед. Да. Заодно тут еще свечки такие. Вот. Продукты побочные. От медового бизнеса. Это парковка. Собственно, ничего тут такого нет. И вот видите, так, все в один ряд. Вот один ряд, а все остальное либо слева, либо справа. Ну, в частности, вот и музычка. Пойдемте посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Кофейком пахнет у меня за спиной, там размалывают. Так, это мята. Вот эта травка, это мята. Там базилик, перчики. Так, ну мы еще посмотрим на продукцию. Так, что у нас? Это букеты цветов, а здесь вот помидоры. Почем помидоры, не поймешь. Сейчас найдем. Органическая, сертифицированная, органическая. Зеленюшечки. Вот эти 2,50 за фунт. Во всяком случае, ценник есть. Это капуста, полтора доллара. Хорошо. Двигаемся дальше. Так, а тут у нас гранаты. 3,50. Там уже за 3,50 вот эти красавцы сливы. Симпатичные, симпатичные. Так, вот там апельсинчики. Хорошо. А тут, кстати, вот вы видите, что можно попробовать. Это закрывается, чтобы от мух там каких-нибудь. Вот, и давайте что-нибудь съедим. Ну, давайте возьму апельсинчик маленький. Вот. Оп. Ммм. Гот. Хорошо, друзья, очень хорошо. Они же еще гранатовый сок тут делают. Ну, не знаю. Зачет сока не знаю, апельсин был потрясающим. Идем дальше. Это молочная ферма. Мы здесь как-то покупали. У них и молоко, и курочку покупали. Очень-очень нормально все. Так. Ягоды. Что у нас с клубникой тут? Органическая, 3,50. Недорого, кстати. Там, малина. Вот такая здоровенная коробка, большая, из двух детей. Вот она стоит 30-ку. А пол коробки 16-го. Вдохновляющие такие картины, правда? Цветы. 3,50. За пучок, за букет. Пучок, это, наверное, нехорошее, неправильное слово. Хорошее, но неправильное. Здесь все цены за фунт, как ни странно. Правда? Так, здесь 2 доллара фунт. Лимоны. Все органическое. Они пишут на ценниках. Ну, вот я вам покажу. Вот они, пожалуйста. Вот ценники. Так. Это тоже такие лимончики разновидностей. А это еще лимоны. Это мэр. Они такие сладкие. Мы их любим. И вот когда мы сажаем лимоны, у нас вот такие. Какие-то мелкие яблочки. Может быть, они, конечно, дико органические, но какие-то мелкие. Да. Доллар 50 лук. Обычно я, когда что-нибудь такое показываю, у меня сразу кто-то пишет. А вот у нас в Баку чеснок-то в 5 раз дешевле. Наверное. Вот красная капуста. Доллар 20. Свекла. 2 доллара. Колрады. 2 доллара. Вообще, надо сказать, что для травки ароматические. Да. Хорошо. Нектарины, друзья. Нектарины щи. Красавцы. Я думал их понюхать, но они не пахнут. Так. Персики. А персики пахнут. Пахнут. Очень хорошо пахнут. 4,25. За фунт. Вы понимаете? Я не. Поехали, сэр. Я не понимаю, что ты снимаешь лучший фрукт в Калифорнии. Хорошо. Так что ты это делаешь в районе? Да. В Мерсет-Конте. Сентровель. В какой кунте? В Мерсет-Конте. Да. Да. Это мы делаем все это. Мне говорят, что у нас тут самые лучшие сливы, иди попробуй, я думаю попробую, друзья, сейчас будем пробовать Классно, конечно, это просто нет злоб Так, это персики, нектарины, давайте нектаринчик попробуем Он такой немножко твердый, то есть он грызется хорошо, но так больше к яблочкам Так, вот это, наверное, хорошо Слушайте, это хорошо, надо было копию с собой взять Немножко кисловатый Да, снова небольшой такой уголок Светлана там что-то взвешивает, а я так вот мимо прохожусь Ну вот, вы видите, там зеленюшки Ну пойдемте посмотрим Морковочка Очень красиво Очень красиво и пахнет свеженьким, знаете Да, перчики Очень хорошо Боже, на огурцы похожи Какие-то Которые не видели Солнечного цвета Но нет, но это, наверное, не огурцы Свет, это не огурцы, как ты думаешь? Яблочки Вы думаете, это огурцы? Да, это Почему они не зеленые? Другая цвета Окей Да, говорят, что это огурцы Яблочки Почему-то они здесь вот небольшие, знаете Так интересно Мы, друзья, со Светланой выбираем вот между большими такими Это китайские называются Вот это китайские И вот этими китайскими Ну они явно поменьше Такие более бэби, да? Ну я не знаю, как вот быть? Возьмем бэби Наш опыт какой? Ну все что бэби и органическое лучше, чем старое Вот это, друзья, вот это уже старое, понимаете? Ну вот это еще маленькие Посмотрите, друзья, они нашу петрушку с селантрой называют Это не петрушка, а это кинза Это кинза? Да, с селантрой это кинза Селантр, друзья, это кинза А что я думал, что она петрушка? Так я не понимал, о чем говорю Ну укропчик-то мы ни с чем не перепутаем, правда? Да Так, а это тогда что? Вот это уже петрушка Вот это петрушка? Парсли Да, парсли Точно петрушка, надо понюхать сейчас Да, правда, пахнет петрушкой Это вообще на щавель похоже Даже не знаю, что сказать Похоже листиками на щавель Это фенхель Фенхель мы знаем Где щавель? Это не щавель Это не щавель Где щавель? Вот это что? Нет, пусть и щавель Ну хорошо, что это что? Щавель на слуку лужан А какие листья какие-то? Ну какие-то листья, ладно Значит, хенхель по доллару за штучку Здоровенные штучки Ничего не скажешь Все так, все достойно Вот эти красавцы, смотрите какие Ух Объясни, почему ты берешь из того ящика Ты знаешь, я не могу понять Смотри, чем отличаются здесь Они стоят 3 доллара Да А тех, которые там, долларов 50 Я понять не могу Странно А нам, ну поскольку нужно рагу То я возьму по-другому Они действительно выглядят совершенно одинаково Ну немножко, может быть, они более мягкие с бачками Но как раз нужно так делать А нам для рагу Наша рагу не отдадим врагу Вы видите, друзья, Светлана меня припахала Вот я хожу тут с сумками И помогаю, помогаю хозяйке Как могу Но я в качестве вешалки такой ходячей пока Светлана разговаривает с продавцом Говорит, не знаю, чем отличается Я говорю, из нижнего ящика взяла Потому что дешевле Тот говорит, дешевле, потому что мягче Это было твое предположение То есть они хотят поскорее избавиться За целую гору всякой всячины Светлана сейчас должна заплатить 7,50 Что говоришь? Ты говоришь 7,50? Да Помидоры, помидоры, помидоры Здесь вот за 20 баксов ящик такой вот отдают Так А это что? Три доллара Это уже за фу Красавцы Ой, красавцы Сколько нужно человеку в жизни помидоров? Правда? А красивые? А? Я вообще люблю морковкой похромкоть, но вот это какая-то не вдохновляет, я не знаю, может быть это потому что слишком органическая Это какие капустки Господи Капустка размером с кулак Вот Свет, покажи как в руке у тебя капуста Нет, нет, в камеру покажи Вот, пожалуйста, вот такие капустки Ну, такие бэби мне нравятся, мы возьмем такую бэби одну Бэбички Так, лук нам нужен Да, лук нам нужен Друзья, вы помните, я на селантру говорил, что это петрушка А вот, пожалуйста, вам и написано Вот пишет, это китайская петрушка Пожалуйста Китайская петрушка, она и есть петрушка Почему ты ее Света Кинзой назвала? Может быть Кинза и есть китайская петрушка Если бы не очередь, друзья, я бы взял кофейку Пахнет просто несказанно Вот так вот рядом находишься Изумительно Ну что, прощаемся с фармерс-маркетом Идем дальше, нам еще рагу делать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!